Попутчик 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 этой музыке улучшилось и вот что улучшается что делается за счет чего как бы и ну не то что за счет чего да что улучшается в этой музыке по сравнению просто со штатной вот технически что она дает возможность какие она дает дополнительные возможности начнем с того что штатная музыка в любом случае это все-таки компромисс между конечной ценой автомобиля который сходит с вера да и в общем-то качеством звучания и чем машина скажем так выше классом да будет там лексус мерседес там audi последнее время поприцание время и фольксваген до будучи народным автомобилем уже далеко не народный они тоже заниматься стали тем что в общем-то ставит хорошую музыку скажу ну хорошую в общем-то как сказать большинству скажем так народу она нравится вот но есть много людей которые все-таки привыкли качественному звуку а многие из них проводят большинство своего времени именно именно в автомобиле поэтому допустим я думаю общение никогда не слышу музыку потому что я приезжаю поздно выезжаю рано и я слушаю автомобиле много людей также поскольку мы живем в большом мегаполисе все куда-то торопится куда-то спешат я понял нет это понятно вот вопрос компромиссы естественно во многих автомобилях есть компромиссы между ценой и возможностями и музыка это один из компромиссов один из этой долгой длинной цепочки компромиссов компромисс с точки зрения цены понятен какой компромисс с точки зрения качества люди стремятся устранить после того как эта машина оказывалась уже в личном пользовании ну большинство людей хотят именно басов но чтобы все это басило чтобы вокруг все слышали очень много молодых людей такой способ само утвердиться когда у него появляется автомобиль неважно какой будь то скажем так автомобиль нашего производства иномарка неважно воздействие на сверстников вот я какой очень часто это выглядит как девочек выглядит как такая деревенская дискотека вот помните не знаю заставили нет можно было видеть такую картину где-то в каком-то доме открыто окно оттуда орет музыка ты смотришь магнитофон стоит на подоконнике динамиками на улицу то есть это не столько вопрос что я хочу послушать громкую музыку сколько вопрос том что смотрите как громко у меня играет музыка то что а вот то что ездит по городу вот автомобиль с открытыми окнами откуда просто ну как бы извергается музыка да но такое ощущение иногда складывается что не столько я послушаю сколько посмотрите зацените какой музон у меня здесь звучит говоря о том что я хочу басы там еще что-то мне же какой-то профессиональный подход уже сами музыкант да да то есть гораздо проще говорить регулярно тренируя слух понимаешь да что музыка она имеет какие-то ну как и многие вещи нельзя конечно как с алире там пытаться там алгебра и гармонию измерить но тем не менее музыка имеет какие-то свои точки по которым определяет там качество звука там качество воспроизведения какие-то индивидуальные настройки вот одному человеку нравится одно другому человеку нравится другое насколько люди сейчас которые ставят все музыку они понимают что они хотят получить или просто вот бас на самом деле на самом деле то время прошло когда народ ставил только бас ради баса сейчас в общем то пошло так что ну люди понимают что музыка должна просто не напрягать звучать красиво нормально в большинстве японских автомобилей допустим музыка штатная все-таки сэкономлено на этом больше чем европейских вот в основном в основном мы сейчас работаем с автомобилями японской по японского производства это toyota lexus вот ну там есть над чем работать а что вот ну есть какая-то общая наверное такой портфолио этих автомобилей некий собирательный портрет автомобилей сколько лет автомобилю который как правило подвергается музыки музыкальным изменениям я не говорю о каких-то вот там художественных произведениях да что делается автомобиль который потом еще несколько лет он там не сходит с подиумом вот автомобиль в котором установлена такая музыка имеют какие-то потребительские запросы вот возраст этих автомобилей цена автомобилей цена переделок как-то можно оценок я думаю здесь не уместно говорить кому кого интересуют цены на вопрос зайти на наш сайт этот запрос я хочу себе поставить на 1000 на 2 на 10 на 15 там и далее там уже нет предела совершенства только музыка это материя такая скажем так нематериальная да такой извините за каламбур потому что музыка это все-таки что дано нам свыше 7 нот они воздействуют вот о чем говорил да воздействует на человека определенным образом допустим когда я куда-то тороплюсь я в общем-то ставлю ну не говорю не то что не сказать что громко но достаточно такую тяжелую и быструю музыку до которые вот маленько будоражит эмоции вот и поэтому но ты сейчас сказал очень интересное что нет предела совершенства сейчас мы как раз подходим к тому пределу который есть для этого совершенства и чтобы кирилла подключить к разговору начнем обсуждать еще и вторую сторону которую наверное не все люди осознают когда устанавливается эту музыку и память действительно настолько это страшно есть там много исследований которые говорят об одном и другом о третьем ну действительно люди работают что-то делают я не знаю мотивов действительно ли это забота о человеческом здоровье или это какое-то освоение там бюджетов компании выделены на то чтобы там бороться там за безопасность и за здоровье но тем не менее вот если брать наших заокеанских коллег то по проведенному исследованию шестьдесят пятом году что порядка семи процентов американцев жаловалась на тугоухость в девяносто четвертом году эта цифра уже была порядка 17 процентов как-то все это влияет я не думаю что все они заболели тугоухостью сидя в машине но тем не менее есть некий звуковой фон ну наверное жителям крупных городов он уже как бы не такими воспринимать музыка в машине пошел от американских он есть 30-40 где-то там децибел вот этих вот единиц измерения звука это естественный шумовый фон наверное в крупных городах он больше где-то в деревне наверно можно услышать до сих пор 30-40 там сидел не с утра когда там петухи орут чуть попозже и дальше начинаются там некие градации некие градации звука когда человек уже вот в общем не совсем нормальном состоянии так вот 80 децибел это уже звук на грани терпения как его характеризует что если терпеть еще можно и даже сохраняешь некую функциональную способность 150 или 108 децибел тоже доза смертельная там для человека практически вот чтобы мы могли понять какую производительность и системы обещают которые нужны ставятся производителями штатного машины ну и соответственно что люди себе ставят уже автомобиль на самом деле говорить о тех цифрах которые вы сейчас сказали но маленько неуместно в тех автомобилях где стоит система которая рассчитана все-таки на качество звучания чтобы что-то услышать вот даже звуковые соревнования которые проводятся по москве и по регионам это модно стало вот и существует отдельно прям скажем так вот здесь качество звучания там максимально звуковое давление машины готовятся тоже по-разному ну поскольку это определенный спорт тоже я маленько не понимаю как когда-то мы тоже участвовали в соревнованиях когда добились каких-то там каких-то результатов даже первые места у нас были по качеству звучания вот чтобы добиться звукового давления большого машина строится все-таки не так то есть повседневно и слушать не будешь там ставится несколько страшнейших усилителей несколько динамиков там все там все огораживается какими-то там железными листами стеклами бронированными так далее тем не менее когда производится замер кто-то на крыше лежит кто-то стекла держит ну что реально вот эта звуковая волна длина волны которые он говорил вот это она очень большая на определенной частоте длина волны длина волны ну собственно это физическая такая величина которая как раз связана с частотой чем больше площадь диффузора динамика тем больше длина волны чем ниже частота тем больше длина волны скажем так пищалки которые играют просто там тарелки какие-то да и так далее длина волны маленькая сабвуфер который имеет диффузор где-то 30 сантиметров вот он производит большую длину волны как раз это и есть звуковое давление и когда этих динамиков много звуковое давление давит человек там находиться совершенно невозможно поэтому вот эти страшные децибелы это только на какую-то секунду замера на определенной частоте и все это тоже вопрос из философии потому что известно такое мнение давно что количество переходит в качество то есть на со всем про взрослении все-таки я пояснился что я имею ввиду что количество переходит в качестве не где-то конкретно того то в одном автомобиле а что сначала люди что-то как понимают эту себе музыку хорошую да хорошая музыка это какая-то громкая это которая не хрипит там когда ручку громкости очень очень многие определяют качество звучания все-таки количеством динамиков у меня пищалка и вот это тоже динамик у меня 8 динамиков в машине должно звучать. 14 там, да. Ну да, особенно в штатных системах там их много. Много динамиков стоит. Колонна. Колонна, конечно. Очень часто, очень часто количество сначала было определяющим. Музыки, количество децибел, а потом уже люди начинают понимать, что просто громко открутив музыку, это уже не совсем то. Хочется, чтобы эта музыка звучала как-то качественно. Но сейчас мы перейдем к вопросу качества. А сейчас бы хотелось поговорить о том, насколько вот эти все разговоры о влиянии музыки, насколько они обоснованы, не обоснованы. Что вот из практики приходилось слушать? Ну вот, действительно, проблема тугоухости она растет во всех странах. В значительной мере, конечно, к тугоухости приводят профессиональные вредности. По всей видимости, автомобили и музыка в них вносят очень небольшой вклад в тугоухость. Именно потому, что человек сам чувствует, что ему некомфортно слушать музыку слишком громко. Ну вот, за исключением, может быть, тех молодых людей, о которых вы говорили. Есть хорошее свидетельство того, что если человек работает, скажем, или находится большую часть, 4 часа в сутки, в помещении, где громкость звука превышает 70 децибел, через несколько лет у него снижается порог слуха, да, начинается та самая тугоухость, про которую вы говорили. А что любопытно, очень часто музыка, как бы, неравномерный, несколько звук, да, и если пики звуковые превышают 120 децибел, даже кратковременные такие удары по ушам, они, в общем, приводят к постепенной потере слуха. Вот большинство производителей штатной музыки, да, большинство производителей там, плееров с наушниками, они ограничивают громкость где-то на уровне 110 децибел, вот эта пиковая, да, мощность, которую может выдать музыка. Естественно, что очень часто при вот этом самом тюнинге музыки система может выдавать большую громкость, да, это может потенциально приводить к тугоухости. Надо сказать справедливости ради, что тугоухость это чуть ли не единственное осложнение от этой музыки, которое реально доказано в больших исследованиях, крупных, да. Есть довольно много мифов, наподобие мифа там про Ирихонскую трубу, очень много пытались повторить, да, можно это разрушить, скажем, стену громким звуком. Не очень это получалось в большинстве экспериментов. Вот, тем не менее, Алексей говорит о людях, которые лежат на крыше автомобиля, чтобы его не разрывало. Дело в том, что это замкнутое пространство, а стена, она все-таки звуковая, она, скажем так, распространяется в воздухе. В воздух это некая взвешенная среда, да, которая имеет молекулы. Вот, если открытое пространство у нас, то звуковая у нас просто расходится, встретив препятствия, потому что воздух все-таки это меньшее препятствие, нежели стена, правильно? Ну, логично, логично. Поэтому извиняюсь, что перебили, просто чтобы продолжить уже. Здесь есть эксперты, значительно лучше разбирающиеся в музыке. Еще на один момент хочу заострить внимание. Есть много разговоров про то, что определенного рода музыка может повышать риск дорожно-транспортных происшествий. Не, но это мы сразу сейчас говорим обо всем целом. Просто изначально вопрос о здоровье. Есть исследования, вот как те же врачи говорят, знаете, что тугоухость это настолько там маленькая вершина айсберга, что внизу там идет и куча-куча-куча страхов. Есть такие мнения, например, что сердечно-сосудистые заболевания, вот как в качестве источника причин курения на первом месте, а на втором там уже громкая музыка. Раз. И вот многие-многие такие вот вещи-страхи. Потому что я, в общем, в жизни как-то отношусь с большой осторожностью к людям, которые кидают такие вот массивы там разной информации, никак ее не подтверждая. Вот есть одна информация с одной стороны, есть с другой. И хотелось бы понять, где вот эта золотая середина, на что стоит рассчитывать людям, которые себе вот музыку в машину ставят. Потому что тугоухость, ну, это такая, в общем, вещь, о которой, я думаю, многие думают там где-то к старости. Ну, какая разница? Ну, вот мне кричать громче. Добьюсь в жизни успехов, я думаю, что... Тугоухость это просто глухота. Да, да, глухота. На самом деле ведь это очень неприятная вещь. Человек очень изолируется от социума, если у него нарушается слух. То есть это заболевание не столь безобидное, как кажется. Если говорить о последствиях для сердечно-сосудистой системы, там довольно много мифов бытует, что там определенная волна звуковая может войти в резонанс с сердечной мышцей, вызвать аритмию. Экспериментально путем, как пытались это сделать, не очень получается. Опять же, то есть физика там, научная составляющая есть, но в реальности доказанных случаев, чтобы музыкой там вот удалось сбить ритм сердца, не получается. Неприятный звук, воздействия шума в городе и так далее. Есть достаточно хорошие исследования, которые говорят о том, что действительно фактор стресса, у человека может нарушаться сон, может появляться нервозность, депрессия на этом фоне и так далее. Но, в общем-то, когда мы музыку слушаем, мы слушаем скорее приятный звук. Музыку, наверное, с большой натяжкой можно шумом назвать. Что мы хотим слушать, то и слушаем. Да, поэтому, в общем, хороших доказательств того, что влияние громкой музыки на сердечно-сосудистую систему нет на сегодняшний день. Ну, это обнадеживает. Значит, нам, в принципе, пока никто не мешает слушать музыку и дальше. Можно ставить музыку и слушать музыку. Ну, опять же, про юрихонскую трубу мы начали говорить. Весен, что она не может так работать. Но в машине, все-таки, как правило, человек сидит в замкнутом пространстве. Если это не кабриолет, если он не распахнул все окна. Вот в этом замкнутом пространстве насколько это может быть вредно или насколько это безвредно? На самом деле, восприятие музыки в замкнутом пространстве, оно маленько другое, нежели, скажем так, на каком-нибудь рок-концерте на стадионе. Поскольку я уже говорил, что звуковая волна расходится все-таки большинство по воздуху, мы слышим громкую музыку, но не так страшно, как в машине. Может быть, да, если слушать там очень громко, что-то и может наступить. Потому что сам салон, будучи тоже определенной резонансной системой, вот если стоит там сабвуфер, он в ящике. Динамик в ящике. А машина это большой ящик. То есть получается некое подобие какого-то акустического оформления, да. Вот. И определенная область низких частот, она еще дополнительно усиливается самим автомобилем. Вот. Поэтому есть люди, которые любят слушать громко. Вот как бы я... Вот у нас был один клиент, который, да, поставили моему громкий такой сабвуфер с вазоинвертором. Слушал музыку такую достаточно серьезную, клубную. Вот. Слушал очень громко. Ну, когда он к нам приезжал, он оттуда выходил и просто хихикал. Может, ему просто так нравится эта музыка, может, действительно как-то на него это влияет. Но, по крайней мере, он не плакал, может быть, позитивно, да, смеется человек. Может, это и хорошо. Понятно. А вот пиковое значение нормальной музыки, ну, вот у того человека, про которого мы сейчас говорим, что если в децибелах это измерить, то сколько это может быть? Ну, вы знаете, я так полагаю, что нас смотрят все-таки автолюбители и люди, скажем так, не безразличны именно к музыке в автомобиле. Ну, естественно. Поэтому лучше... Все мы не безразличны. Ну, наверное, перестать там какие-то цифры приводить, да, им это неинтересно. А просто сказать в конкретном автомобиле, что должно примерно, как это выглядит, чтобы это, скажем так, не напрягало и в то же время было громко. Ну, в двух словах, если это общие есть такие слова. Вот. Была у нас машина, которая потом поехала на соревнования, взяла первое место по качеству звучания как-то пару лет назад. Ну, то есть определенный этап, я думаю, каждая студия должна пройти, кто-то на этом остается, кому-то это нравится нам. Ну, в общем-то, у нас маленькая другая концепция развития. Вот. И этот человек, мы ему поставили достаточно серьезный фронт. Ну, фронт это люди, кто понимает и так понимают, кто не понимает. Это вот мы сидим за рулем, да, фронт это, скажем так, динамики, которые работают спереди. Он бывает двухкомпонентный, трехкомпонентный. Мы поставили трехкомпоненты, поскольку человек слушал такие стили типа Цезария и Вора, ну, достаточно интеллектуальные, да, и там человек должен слышать воздух, именно средние частоты какие-то. Вот. Ему поставили трехкомпонентный фронт, морелевский, хороший, достаточно серьезный такой бренд. Вот. А вместо сабвуферов, ну, я называю его вместо, потому что в обычный автомобиль, зачем это надо, два пятнадцатых, пятнадцатидюймовых, в общем-то, вот таких вот сабвуферов. Автомобиль был Citroёn C5, большой, универсал. Так вот в той музыке Цезария и Вора какие-то низкие частоты, но человеку этого хотелось. Поэтому в то же время, смотря как, что туда включать. Ну, это, опять же, маленько, я просто объяснил, что в одной машине ужились сразу два, два, скажем, несовместимых таких критерия. Да, это качество звучания и очень большая мощность, которую он при желании мог включить. Открыв багажник, и он просто там очень громко был. В обычном, стандартном автомобиле достаточно, в общем-то, хорошее головное устройство, или как в народе магнитола, да, приняли называть. Сейчас далеко это уже не магнитола, это уже вполне сформировавшиеся такие мультимедийные центры, скажем, тот же Pioneer AVG HD 3BT. Это такая, скажем так, первая такая ласточка устройств, которые будут в будущем, я думаю, всем будет интересно, да, что будет в будущем со звуком в машине вообще. То есть, если, скажем так, несколько лет назад все ставили только музыку, сейчас уже идет мультимедия. Мультимедия, мультимедия, мультимедия. То есть, головное устройство с возможностью чтения DVD, MP3, TV-тюнер, опять же, уже навигация встроенная идет. Пока только Москва и Питер, если говорить про тот же Pioneer. Но в будущем, я думаю, сейчас правительство наше принимает закон, и по навигации будет все уже более обширно. Ну, по Москве, по-моему, этот закон уже работает. Вот, ну, неважно. Значит, аппарат имеет встроенный Bluetooth. То есть, как раз вот, я думаю, когда человек едет разговаривать по мобильному телефону, это тоже маленько отвлекает от дороги. Вот, очень удобно. Bluetooth, телефон с Bluetooth, все на экране этого аппарата. Можно набор делать, видеть номер того, кто звонит. Вот, неважно. Головное устройство, вот, в последнее время такая идет тенденция. Здорово прогрессирует, потому что есть еще вот такой момент. Поскольку по здоровью, чтобы уже завершить эту тему, да, больше не мусолить вопрос здоровья, какая-то есть вот, ну, есть желание у разных людей, это и от настроения зависит, и от музыки, и от человека. Вот есть, наверное, у многих такое бывает желание послушать музыку громко. Наверное, никто его не мотивирует, просто вот хочется сейчас включить в себе какую-то музыку, которая вот там... Ну, если человек эту музыку не получает где-то в жизни, да, конечно, хочется. Ну, хочется это сделать в машине, потому что, ну, где дома, встает рано, приезжает поздно, соседей будить не стоит, да, в офисе, ну, как бы тоже не приятно. Ну, это вначале я говорил об этом. Сижу в машине, да, сижу в машине, слушаю эту музыку. Какие вот, при том, что у меня качественно поставлена музыка, вот при какой-то громкости, что за уровень? Ну, вот последние цифры, которые я сейчас вымогаю, да, таким вот... Уровень цен или... Уровень звука, уровень звука в децибелах, если его можно измерить, чтобы сопоставить вот это с этими вот смертельными единицами, которые влияют... Если я скажу, что 129 децибел — это звук взлетающего реактивного самолета, когда вы находитесь рядом, то, я думаю, такого уровня не надо. Ну, тут разные есть вещи. Вот не так давно в интернете прошла информация, что зрители сразу нескольких каналов подали жалобу на нашу Тунисиску-Шарапову, что там измерили ее стоны там на корте, что-то в районе 100 децибел. Я тоже сопоставил взлетающий самолет 130 децибельный и подумал, ну, надо же, как вот... То ли это просто утка газетная, то ли действительно... Ну, зато Шарапова все узнают, даже не глядя. По звуку, по звуку, да. Я тоже люблю теннис, и, в общем-то, когда приезжаю домой и что-то там... В общем-то, пока какие-то дела делаю, и там включаю теннис, да, какой-то чемпионат, я слышу, что Маша играет, я за нее болею, даже не видел. Осталось узнать еще, как вот по звуку определять, там, хорошо играет или плохо играет. Да, стоны тоже разные есть, есть положительные, есть такие, разочарованные, но... Ну, мы как бы не про стоны говорим, да, лучше про музыку. 130 децибел, да, достаточно много, это истребитель. Музыка, машины сколько выдают? Ну, опять же, по цифрам по-разному. Я еще раз говорю, что машина, которая направлена на качество звучания, она не измеряется децибелами, понимаете? Вот я скажу так, что музыка должна звучать, нравится владельцу, не отвлекать от дороги, потому что, когда это, если что-то хрюкает, или что-то там не так, да, что-то дребезжит, вот это отвлекает, потому что человек отвлекается вот на это. Музыка должна звучать приятно. Ну, вот, думаем, что со здоровьем закончили вопрос, обсудили, что никто не хочет себе ставить самолет. Да, обсудили мы с вами, в общем-то. Все прочее, ну, Кирилл сказал всю эту вещь. Мы сейчас ему предоставим еще слово сказать. Как я понимаю, да, никто из людей нормальных, вот тот уровень музыки, который себя настраивает, он не приведет к каким-то последствиям, кроме, может быть, тугоухости. И как вот определить вот этот момент? Ну, нравится человеку слушать громкую музыку? Я не говорю, что человеку там 18 лет, это первый автомобиль, он сразу же поставил музыку. И вот вопрос в том, чтобы именно громче слышали, не только я слышал, а все. Вот как вот, если нравится человеку слушать громкую музыку, на что ему надо рассчитывать, к чему быть готовым? Да человек, в общем, система саморегулирующаяся. И если человеку комфортен данный уровень звука, не будет никаких последствий. К тугоухости чаще приводит, на самом деле, когда люди слушают, например, плеер в метро. Для того, чтобы заглушить шум метро, они на максимум выкручивают плеер. Вот это реально может привести в достаточно короткий взгляд. Получается еще меньшее замкнутое пространство. Практически никакого. Поэтому воздействие непосредственно в среднее ухо. В автомобиле, в общем, создать вот этот уровень, ну, просто будет человеку некомфортно, он сам сделает тише. Вот, вот, вот о чем я хотел сказать. То есть не надо никаких измерителей. Есть там вот то, что используется для измерения уровня шума в машине, как и производителями, так и людьми, которые тестируют автомобиль. Такой, ну, скажем так, шумомер, который меряет вот этот уровень звука и шума. Насколько я понимаю, что это похоже используется еще при установке музыки. На самом деле, каждая студия, которая устанавливает музыку, по-разному в этих вопросах поступает. Допустим, я никогда не применяю никаких приборов. То есть речь идет об эмоциях и цифрах как бы здесь? Речь идет, ну, может быть, там, я не буду хвалиться, но просто настраиваю всегда ушами. Может, потому что я музыкант, в жизни всегда тренирую. Есть еще один в Москве человек, это вот Александр Лысенко. К сожалению, мы с ним не знакомы. Я думаю, он тоже музыкант, я знаю. Вот он тоже настраивает достаточно серьезно. Потому что, ну, человек, в общем-то, должен понимать маленько, как это должно звучать. Речь идет в первую очередь все-таки даже не о цифрах. Ну, о цифрах мы поговорили, что они сами по себе смысла никакого не имеют. Речь идет о том, что если человек слушает музыку так, как ему комфортно, то говорить о каких-то серьезных последствиях вот этого звучания не приходится. Вот с точки зрения здоровья. В большинстве случаев люди нормальные все-таки и слушают музыку, пока у них уши не болят еще, понимаете? Понятно, потому что есть ощущение, что... Болевые пороги здесь, я думаю, неуместны. Бывают ощущения, наверное, когда вот этот вот дискомфорт просто музыки, и причем он по-разному бывает в разном состоянии. То есть дома слушать музыку на полную громкость, наверное, просто некомфортно, когда ты ходишь. В машине это бывает там комфортнее в зависимости от скорости, от настроения. И мы подходим к другому вопросу, о котором сегодня хотелось поговорить, ну, в том числе и с Кириллом. Вот есть, мы говорили в самом начале, некий звуковой фон, такой нормальный, 30-40 дБ. При повышении этого фона, ну, опять же, насколько я знаю, организм человека испытывает чувство, ну, схожее с чувством тревоги, опасности какой-то. И, соответственно, все рефлексы организма настраиваются на то, что вот это вот опасность. Опять же, специалисты, те же, которые все давят на то, что входит в противовес там с сердечными фазами, забивают, говорят что-то о сердечно-сосуде заболеваниях. Я бы хотел сказать о том, что, ну, уровень вот чувства опасности за рулем – это такая не лишняя вещь. Она позволяет человеку мобилизоваться там за какие-то считанные секунды, когда он там видит что-то не то, а среагировать как-то. Это ученые говорят, что громкая музыка, она повышает реакцию водителя, чуть ли там не на 20%, не повышает, а снижает, чуть ли не на 20%. Как вот можно это откомментировать? Ну, были экспериментальные, так скажем, в пробирочных, условно назовем их условиях, эксперименты. Действительно, если человеку поставить музыку так, чтобы ему было некомфортно, происходит небольшое снижение реакции, замедление, так скажем, восприятия происходящего на дороге. Но человек, как правило, ведь сам себя не будет ставить в такие условия. Очень редко человек будет за рулем включать себе музыку, так чтобы ему было психологически совсем уж некомфортно. Да, существуют исключения, но их мало. Да, ну, и есть молодые, например, люди или люди, которые… Но опять же, мне кажется, что им просто комфортно, да, может быть, у них уже тугоухость. Нет, вопрос даже не в тугоухости сейчас, вопрос не в комфорте. Вопрос действительно в том, что комфортно. Играет энергичная музыка, играет достаточно громко. Ну, и как-то уровень адреналина, он так вот повышается, разбегается по краю, чувствует ощущение такого драйва, то, что называется драйв. В этот момент вот я боюсь, что иногда может у людей происходить такое ощущение, что за вот этим вот драйвом немножко реальность так вот размывается, да, вот немножко снижается уровень критичности, немножко повышается вот уровень самооценки. На самом деле все это по-другому, но вот человек себя так чувствует сейчас, вот этот момент. Ну, да, Артем, были попытки это исследовать. В общем, доказательств хороших, убедительных медицинская наука привести не смогла, просто потому что большинство людей, которые слушают музыку настолько громко, попадают в ДТП, у них, как правило, небольшой стаж вождения, они сами довольно молоды, горячие. Порой, да, под воздействием горячительных напитков или других субстанций находятся. Вот, поэтому доказательств повышенного риска дорожно-транспортных происшествий с травмами, там, со смертельным исходом из-за музыки нет. То, тот факт, который достаточно хорошо доказан, что попытка управлять музыкой или мобильным телефоном во время движения, это действительно наносит вред, поэтому достаточно оправданно то, что сейчас ставятся джойстики или управление музыкой на руле. При этом, что интересно, вот сейчас появились эти устройства hands-free, то есть возможность разговаривать по мобильному телефону, не держа там его в руках. И даже не глядя на телефон, собственно. Да, и тем не менее, уже есть доказательства того, что если человек разговаривает по мобильному телефону, он все равно отвлекается, все равно повышается дискотеринск. Да, я помню, помню это исследование. Просто вопрос-то таким образом тогда, что человеку, сидящему за рулем, вообще надо запретить разговаривать. Ну, надо отвлекаться. В любой машине делать надо такую перегородку, как в такси, например, да, чтобы водители-пассажиры, они не могли друг с другом общаться. Потому что, ну, а где разница вот с психологической точки зрения, разговаривая с соседом, который сидит, ну, с пассажиром на переднем сиденье, или я разговариваю с человеком, который от меня там за сотни километров. А что делать в руках-то, да? Ну, вопрос, мне кажется, всегда стоит в том, что если пытаться маразматически решить вот всякие вопросы, там вот этого всего, да, то можно дойти до совершенно неприятных решений, совершенно неправильных. Да, разговаривать по мобильному телефону считают, что вредно с точки зрения безопасности. Во многих странах запрещено, у нас, кстати, тоже, но как-то на эту тему у нас никто не будет. С кем-нибудь еще, с начальником, по работе, с коллегой, да, там, поссориться с ним, поругаться, потом сесть в автомобиль и ехать. Так же самое по телефону. Мне кажется, именно вот это настроение влияет на настроение человека. Представим себе ситуацию просто тоже, да, чтобы довести ее до другого немножко значения. И как раз музыка, та, которая нравится человеку, помогает в это настроение поднять. Человек опаздывает на какую-то встречу, не хочет останавливаться, чтобы звонить, едет и не может предупредить об этом. Вы думаете, что вот это состояние, оно его будет сподвигать на более спокойное и адекватное вождение. То есть, мне кажется, телефон, это такая вещь, которая в машине должна быть, и глупо бороться с телефоном. Если человек торопится и опаздывает, телефон не поможет. Телефон поможет сказать, здравствуйте, я опаздываю. В общем-то, да, и все. Как вариант такой, да, хотя бы оповестил людей, ну, немножко там себе еще 15 дипломатических минут выбил. Поэтому говорить, наверное, с этой точки зрения, закон, это, наверное, такой вердикт государства последний, в каком-то там споре или в какой-то неясности. Вот типа нет, телефон нельзя, потому что вот был один случай аварийности, был случай другой аварийности. Ну, закон принято, все разговаривают. Тоже касаясь мультимедийных систем, про которые мы начали говорить. Штатные мультимедийные системы, ну, во всяком случае, в таких как бы не самых простых комплектациях, они подкупают прежде всего удобством управления. Удобством пользования, то, что все в одном. Да, руле, да, все на руле, все в одном, все как бы это сделано. Потому что я не знаю, насколько дорогие системы индивидуальной установки предполагают такое удобство использования или там использование штатных вот этих вот джойстиков. Ну, на самом деле, многие боятся как раз менять штатную музыку, хотят, но боятся из-за того, что очень удобен штатный джойстик все-таки. У кого-то джойстик, вот у меня в машине джойстик подрулевой. Такой очень удобный интерфейс, я могу перестраиваться. А у кого-то просто на руле, да. Вот Кирилл сказал, что, в общем-то, эту тему задел, тему джойстиков. Ну, есть у нас, в общем-то, электронная лаборатория, которые разработали уже, в общем-то, использование штатного джойстика под любое из тех устройств, которые я перечислил, будь то мультибедийный КЕН, вот аппарат, кстати, очень хороший аппарат, Пионер, вот этот АВИК. То есть большинство головных аппаратов, которые в последнее время выпускаются, скажем так, именитыми производителями, да, вот японскими, которые у всех на слуху, которые не буду я перечислять, я думаю, все и так их знают. Ну, уже достаточно. Да, да, и, в общем-то, вот этот джойстик спокойно подключается, мы тоже согласны, что да, это помогает безопасности. И люди, не бойтесь, это все решаемо. Ну, по идее, если можно об этом говорить, можно, наверное, и штатные джойстики, которые есть на машине, приспособить под новую систему. Так вот, как раз я про них и говорю. Штатный джойстик, либо те кнопки, которые интегрированы уже в руль, вот ее же Toyota, Lexus, BMW, в подушку руля интегрированы кнопки. Их тоже можно подключить. Тоже можно подключить, таким образом снизить. Ну, другими словами, чтобы подвести такой небольшой итог нашей беседы сегодняшней, не так страшно то, что происходит в машине, да, как какие-то, может быть, там частные проявления. И ни о каких частных проявлениях нельзя говорить, как о некой закономерности. То есть, если есть какие-то сумасшедшие люди, которые не знают меры, то, конечно же, они оглохнуты. Есть рассеянные, которые смотрят на что угодно, только не на дорогу и переключают, что угодно. Есть, которые купили права, а ездить не купили. Мы о них вообще не говорим. Это плохие люди. Они тоже водители, они тоже считают такие, правильно? Это плохие люди, которые купили права, да. Мы периодически возвращаемся к теме людей, которые купили права, в зависимости от того, что там на дороге происходит. Потому что, ну, тоже есть разные модели поведения. Есть вот там, как в Соединенных Штатах, я уже говорил в одном из эфирах об этом, продавать костюм Супермену с надписью обязательно, да, что покупка этого костюма не дает вам возможности летать, чтобы люди вдруг не подумали. Но американцы несколько другие люди, да. Это даже, наверное, вопрос не того, что американцы такие люди, или мы там другие. Потому что у нас же тоже бывает, да, вот в Америке там отсудил человеку Макдональдса сумасшедшие деньги за то, что там облился горячим кофе, чаем, там, чем-то еще, да, его не предупредили, все. У нас же тоже такие попытки были. То есть какая-то часть американской жизни нас вдохновляет, как я понимаю, людей у нас. И нельзя говорить, что вот американцы, которые живут там на отдельном континенте практически, они живут в какой-то другой среде. Да, она у них немножко отличается. Но сегодня, когда у нас авиасообщение, интернет, телефоны и все такое, то есть нельзя сказать, что кто-то живет уж совсем обособленно. Потихоньку перетекает что-то от них к нам, что-то от них к Европе, что-то от Европы туда. По идее мы как бы все превращаемся все больше и больше в какое-то единственное пространство. Я скажу, это лучше. Это лучше, чем было в Советском Союзе? В Советском Союзе. Да нет, это, конечно, лучше. И поэтому, наверное, нельзя говорить о том, что можно какие-то вещи решать вот такими предупреждениями. Потому что с точки зрения предупреждений, наверное, мы ничего не добьемся. Разные люди, у разных людей разные представления. Может быть, с точки зрения закономерности, или как не закономерности, а логичности, вот можно было бы разбить вот эти музыкальные вещи на то, что кому стоило бы поставить. Потому что сейчас мы говорим не только с установщиком музыки, но еще и с музыкантом. Насколько я понимаю, вот это вот желание поставить себе какую-то музыку, ну, действительно, желание имитировать звучание музыки в автомобиле под что-то такое, под концертный зал, под какую-то площадку. Любая аудиосистема, будь то недорогая, будь дорогая, будь очень дорогая, это в любом случае имитация какой-то сцены. Будем так говорить. Есть люди, которые реально хотят добиться такого же звука, такого же распространения волн и такого же качества, как в концертном зале. Скажем так, приблизить звучание, приблизить звук можно. Ну, естественно, это не будет концертный зал. Потому что в машине мы сидим слева, ближе к левым динамикам. Это все идет имитация. Вот сейчас, как пытаются сейчас в машине создать несопоставимое сопоставить, да, несовместимое совместить. Вот там сейчас даже полный привод, чтобы была какая-то блокировка. И не устанавливая установить. Чтобы он управлялся при этом как легковой, делают там разные электронные имитаторы, там, тех же блокировок механических, которые неудобны. Ну, давайте прервемся, пообщаемся со зрителями, послушаем, что они думают на эту тему. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните нам? Олег из Москвы. Очень приятно, Олег. Слушаем вас. Я вот хотел узнать у специалистов по поводу штатной музыки. Насколько реально ее улучшать и нужно ли это делать? Вот, к примеру, сейчас вот на современных машинах, вот у меня в машине 13 динамиков и сабвуферы. Она мне как бы, музыка сама нравится. Это штатная музыка у вас стоит? Штатная музыка, да. Но вот и действительно ли можно ее улучшить еще? А автомобиль какой у вас? А в Лексусе есть 250. Есть 250. 13 динамиков. Вот то, о чем я говорил. То есть не надо, я уже говорил, что не надо, скажем так, оценивать качество звучания количеством динамиков. Их может быть всего, если посчитать, 5. 5. Вот. Это двухполосный фронт и сабвуфер. Просто если это хорошо стоит и это хорошо настроено, и самое главное, нравится вам, то, в общем-то, эта система тоже может хорошо звучать. В любом случае, такие вопросы не решаются так. Многих устраивает штатная музыка. В частности, вот меня она устраивает. Потому что, может быть, мне хватает музыки на работе, мне хватает музыки в жизни, на репетициях и так далее. Поэтому мне просто послушать, в общем-то, достаточно нормально. Если вы говорите, что она вам нравится, ну, а что же вы тогда хотите там менять? Вот, собственно. Я думаю, если человек что-то хочет приезжать, послушать, поговорить. О чем мы и начали говорить в самом начале, то, что, ну, не в самом начале, вот сейчас, во второй половине нашего разговора, поскольку разобрались с тем, что вреда вот такового, да, чтобы о нем там трубить и говорить, его нет. Поэтому вопрос идет о целесообразности. Вот как определить людям, что можно ставить в плане штатной музыки? Ну, не то, что, что можно добавлять к штатной музыке? Что можно ставить, может, да. Как можно понять, как стоит понять то, что, да, вот я эту музыку хочу изменить? То есть, меня не устраивает ее звучание там, просто потому, что она штатная. Наверное, есть и такие люди. Ну, как же нельзя слушать штатную музыку? Можно что-то улучшить, можно это изменить. Вообще народ в последнее время все-таки хочется иметь в машине DVD. DVD, потому что в пробках очень приятно так проводить время. А в большинстве машин, скажем так, даже у тех же Lexus есть штатная система DVD, да. Ну, во-первых, они американские, то есть они не мультизонные. Ну, вы знаете, да, что, скажем, DVD-диски, они делятся по зонам. Скажем, американская первая зона, наша пятая зона. Все диски, которые продаются на горбушке, тоже пятая зона. И большинство машин, которые были выпущены до определенного года, уже до 2002-го, по-моему, да, они не читают просто эти диски, поэтому, к сожалению, этот DVD можно вытащить и сделать так, чтобы, скажем так, установить DVD, проигрывать или однодиск, либо DVD-ченджер, который, несомненно, удобнее. То есть можно его поставить куда угодно, накидать туда дисков. Сейчас DVD-ченджеры уже восьмидисковые, десятидисковые есть. Все DVD читают MP3. MP3, знаете, да, туда можно и аудиокнигу поставить, ехать куда-нибудь на юг и слушать эту книгу. И этого ченджера хватит намного. Вот, это одно из улучшений. Скажем так, если имеется штатный монитор, то в большинстве случаев к штатному монитору можно... Опять же, из соображения безопасности, если мы говорим не о мониторах, которые стоят сзади, там, в подголовниках, там, или где-то еще, там, из потолка выезжают, а о мониторе, который стоит на центральной консоли. Так я о нем тоже говорю. На месте, когда стоишь, он работает. Когда начинаешь трогаться, он не работает. Есть люди, которые жалуются на это. Есть люди, которые сидят на пассажирском сиденье. Только в нашей стране и жалуются. Есть люди, которые сидят на пассажирском сиденье. Ум Россию не понять. Их там как-то теоретически можно понять, да. А есть люди, которые сидят на водительском месте и говорят, то как же так не работает у меня, вот я начинаю трогаться, да, но не работает. Наверняка можно что-то там изменить и что-то вот вырезать какую-то проблему. Нет, в современных автомобилях просто перекусыванием провода от ручника не получится. Нет, ну это уже давно, тем более от ручника, наверное, совсем не получится. Это система программируемая, поэтому в некоторых машинах, как в тех же Audi, допустим, там специальный блок надо использовать. А есть обращения? Вот были такие обращения? Хочу, чтобы она на зоне работала. Вот как раз по желаниям народа есть такие обращения, и мы это делаем, да. И как вот вопрос корректности решаете для себя? Потому что кто-то сидит в этой машине... Это личная ответственность владельца автомобиля. Кто-то сидит за рулем такой машины, а кто-то сидит впереди идущей машины, смотрит все спокойно, тоже телевизор из вашей лаборатории выезжает. Вы знаете, был такой случай, когда владелец, в общем-то, достаточно серьезный человек, он ездит только сзади, и приехал, вот мы ему сзади поставили большой монитор, 10-дюймовый, хороший такой, между задних сидений, вот. И мы ему сказали, ну, все хотят, чтобы, давайте, в вашей машине есть возможность сделать разблокировку и на передний монитор во время движения, вот. Нет, говорит, водитель у меня пусть ездит так. Но большинство все-таки людей хотят именно так. Ну, это личная ответственность владельцев подобных машин, подобных систем, поэтому наше-то дело сделать, наше дело дать человеку то, что он хочет. Понятно, интересно. Каждый для себя сам определяет, ведь у нас демократическое государство. У нас очень демократическое государство. И вот, говоря о демократии, да что такое демократия? Да, это вот свобода делать то, что не нарушает свободу других людей. А в данном случае вот может идти разговор о том, что нарушают. Сами же, ну, я не знаю, может быть, кто-то со мной не согласится. Сидит компания в какой-то комнате, там, даже за столом, там, ну, или не за столом, общаются. У них идет какая-то тема разговора. В это время вверху в углу висит телевизор, по которому показывают, возможно, даже очень интересный какой-то сериал, передачу, программу. Нет, нет, и замечаешь по собеседникам, что взгляд у них туда так переходит, переходит, переходит. Есть люди, у которых он переходит, и там зависает на этом мониторе. Да, понятно, что люди разговаривают, они несознательно это сделали. Вот вопрос о влиянии этого на подсознательные процессы. Как у телевизора есть какая-то такая вот, не знаю, магическая сила притягивая взгляды? Есть одно решение. Выключил и все. И можно общаться. На самом деле, конечно, это совершенно не случайно, что в автомобилях, где стоит экран штатный, на передней консоли, он выключается при движении автомобиля. Это сделано именно для того, чтобы снизить риск дорожно-транспортных происшествий. Это сделано для честных немцев. Они никогда не нарушат штатную комплектацию. Дело в том, что там, если мы уже про демократию или про анархию заговорили, это надо провести грань, в Германии ни одна фирма, ни одна организация не возьмется. Не возьмется это делать, действительно, есть такая вещь. Я не говорю сейчас вот, что, вот, Алексей, ты плохой человек, ты делаешь такие вещи, да? Или не говорю, что ты хороший. Ну, таким же образом примерно, наверное, рассуждают люди, продающие наркотики в клубе, да? Я не хочу там оскорбить, не хочу сцепить. Но вопрос, вот есть где-то вот эта грань, есть где-то грань. Вот этот человек с заднего сидения Мерседеса, это было в его воле решить, будет оно там стоять или нет. Есть люди, которые сидят на пассажирском сидении, там, на заднем сидении, это было не в их воле решить. Но они, как бы, в воле случая оказались в этом автомобиле. Вот, сам ты как считаешь, ну, вроде, в начале передачи договорились на то. Сам ты как считаешь, вот, ты достиг какого-то положения, когда тебе не хочется ездить за рулем, ты сидишь на заднем сидении. Вот твой водитель поехал куда-то за свои деньги, пусть там, отключил себе вот эту штуку. Ты бы ему дал это сделать или нет? Если водитель, ну, отключил бы сам без... Ну, даже вопрос не в том, что он портит твое имущество. Это был бы другой разговор с водителем, правильно? Ну, правильно, логично. Поэтому он никогда это не сделает сам водитель, иначе будет непременно уволен сразу, да? Вот, поскольку это не его автомобиль. Вот ты сказал, что провел аналогию, да, между, там, продажей наркотиков и продажей, и услугу подобных. То же самое, люди же хотят эти. Ну, грани дозволенного все-таки маленько разные. Все мы люди, и мы понимаем, что все-таки это одно, а это другое, правильно? Это не нарушает, не, скажем так, не вводит в зависимость человека, как те же наркотики, как те же... Тут больше... Нет, зависимость-то есть. Зависимость действительно есть. Есть люди, которые цепляются глазами за телевизор, и там и находятся во время разговора. И вот то, о чем сказал Кирилл, что в Германии, действительно, в Германии человек, который попросит ему сделать вот такую вот штуку, наверное, он не будет понят. Ему, наверное, это не поставят. Но это традиция многолетней. В Германии другой менталитет у людей. Абсолютно. Зависимость сама по себе не проблема. Мы все зависим от ежедневного употребления пищи, воды и воздуха. Ну, это, скажем так, необходимые вещи. Это зависимость, тем не менее. Мы же зависим от курения. Кто-то зависит от курения, кто-то от чая зависит. Вопрос в том, что реально просмотр телевидения и одновременное управление автомобилем влечет за собой риск смерти для людей, которые находятся в этом автомобиле, и для окружающих. В том числе даже для пешеходов. И, конечно, у нас должно быть это законодательно запрещено. И здесь нельзя винить Алексея. Это просто не дочет того, как он у нас делает. Я не винил Алексея. Если меня поняли так, что я обвинил, извинюсь. Не хотел обвинять. Я хотел мнение услышать человека. Да, с одной стороны, да, я это делаю. Я это делаю, я это устанавливаю. То же самое вопрос тюнинга. Мы не так давно обсуждали. Приходят люди и говорят, знаете, я хочу мотор на моей 12-й модели сделать под 200 лошадиных сил. Вы мне сделаете такой мотор? Я говорю, и что, и все? Да, и все. Нет, мы не сделаем такой мотор. Я спрашиваю, ну, как бы, а логично, да? Мы не делаем автомобиль и там убить в своем ателье, например. Потому что мы понимаем, с таким мотором эта машина сохранит ту же управляемость, те же тормоза, там и все такое. Вы знаете, те же спортбайки, допустим, мотоциклы, да, это тоже подобно наркотику. Люди подсаживаются сразу, но, тем не менее, они продаются везде и не страшно. Фирмы, которые их выпускают, все их знают, они на высоте. Поэтому тут, опять же, вернемся к тому, что грани дозволенного должны быть. Наркотики, оружие это плохо. Это мы все понимаем, правильно? Ну, в Штатах оружие, оружие в Штатах это хорошо. Это оно там продается, оно там в свободном доступе. То есть, тоже вот вопрос. У нас уже плохо. А, наркотики в Голландии, да? Наркотики в Голландии, да, тоже хорошо. Там считают, ну, там, правда, не все наркотики там легкие только. Покурить тоже наркотики. Можно там что-то еще, но, тем не менее, наркотики. У нас тоже продают табак тоже. Это, в принципе, тоже наркотик и алкоголь, который есть. Да, алкоголь просто тот наркотик, монополия, на который принадлежит государство. Поэтому об этом разговаривать можно долго. И, опять же, у каждого будет свое мнение. И это хорошо, что у нас есть у всех свое мнение. Алексей, ведь ты согласишься, что должно быть нормальное техническое регулирование в стране? Что техосмотры должны делаться не за деньги, там, заочно, а реально проверяться автомобили. Должны быть грани дозволенного. И не должно быть разрешено законодательно строить системы, которые позволяют просмотр телевидения во время движения. Или, по крайней мере, должно быть, как за разговор по мобильному телефону. В нашей стране столько много должно быть. Наверное, этим пусть занимаются политики. Ну, надо к этому стремиться. К этому надо стремиться. Политики будут заниматься только под воздействием давления общества. Когда мы начинаем говорить о свободах, действительно, очень простой момент понять о свободах. Вот, Алексей, едешь в автомобиле впереди, реализуешь свои возможности свободы. Куда ты едешь, у тебя важные дела, важные встречи, что-то еще. А в тебя сзади въезжает автомобиль, на котором водитель смотрел телевизор. Он имел право ехать в этом автомобиле. Он посчитал, что у нас не запрещено же законодательно смотреть телевизор. Он въехал, и таким образом, ну, вольно-невольно он нарушил твою свободу. Вот я боюсь, что, сидя на заднем сиденье впереди идущего автомобиля, или на переднем, ты немножко по-другому будешь смотреть на ситуацию. А не дай бог еще какие-то другие последствия. Он мог въехать и по другим причинам, правильно? Мог ехать. Этих причин очень много. Мог въехать, да, но въехал именно по этой. Со всеми из них надо бороться. Действительно, надо бороться с этими причинами. Да не надо бороться. Бороться таким способом, допустим, запретить все. Обычно, когда говорят, не надо бороться, имеют в виду, что все те люди, которые этому подвержены, они сами как-то отомрут, да, вот, или там поймут, что не надо этого делать. Они при этом убьют у нас ни в чем не повинных людей. Смертность от дорожно-транспортных происшествий на душу населения в России в четыре раза выше, чем в странах Евросоюза. Связано это исключительно с более качественным регулированием безопасности дорожного движения в западных странах. Понятно, что компонент вот этот с телевизорами, он здесь не является ключевым, но он важный. Нет, ну, действительно, не является ключевым. Это мы сейчас зацепились уже за такую вещь, что вот там телевизор как вот эти все вещи делает, да. Ну, давайте мы как бы тогда договоримся, что один из там следующих эфиров в ближайшее время проведем как раз по поводу регулирования дорожного движения. Потому что, насколько я вот пообщался с Алексеем, с Кириллом, прошу прощения, есть там много чего рассказать на тему регулирования как у нас в стране, так и за рубежом. И мы в одной из наших программ поговорим на тему регулирования, на тему, почему у нас смертность такова, что вот когда в Исландии люди услышали смерть на нашей стране, говорят, что у нас в стране столько народу не живет. Если бы у нас гибло так, то мы бы уже все, мы перестали бы существовать как нация просто, как и от нас вымерли бы. Продолжим говорить. У нас смертность ясна из-за чего, из-за алкоголя. Из-за алкоголя? Большой фактор, но это не единственный. Если мы про ДТП говорим. Про ДТП? Наверное, в другое время надо разговаривать. Про смертность от алкоголя. Ну, смертность от алкоголя, да. Алкоголь за рулем, это вообще неприемлемо, я считаю, вот что надо запрещать. Запрещать, карать, это ни в коей мере не должно быть. Самое интересное, что кара за алкоголь сейчас достаточно суровая. Тоже наркотика. Ну да, суровая кара за алкоголь сейчас совершенно, да, но тем не менее нельзя сказать, что статистика... Тем не менее, все решается на месте, и люди так же ездят. Ну, сейчас даже на месте, если ты раньше решал за 100 долларов, сейчас решается на месте за другие деньги, там еще это решается. Но уже не у всех есть такие карманные деньги, там. 100 долларов это, в общем, допустимо, там, да, 1000 долларов это уже серьезно. И тем не менее, нельзя говорить о том, что это как-то качественно изменилось. Вот с тем, что запретили. Есть, есть. Умом Россию не понять, я уже говорил. Наш человек самый непредсказуемый человек. Но у нас до конца сегодняшнего эфира осталось чуть меньше 10 минут, поэтому хотелось бы посвятить его не смертности от алкоголя. Да, давайте поговорим о позитиве. А по полезным вещам, просто договорить то, что мы начали говорить. Есть штатная музыка, которая удобна, есть штатная музыка, которая неудобна. И, как правило, наверное, логичный момент, когда жизнь у нас автомобиля, это не 3 года. И музыка автомобильная развивается, наверное, быстрее, чем сами автомобили. Но сейчас мы живем, в общем-то, в 2007 году, уже о музыке в автомобиле можно даже не говорить. Мультимедиа. Мультимедиа, да. Сейчас везде мультимедиа, потому что редко очень ставят просто магнитолы, которые там звук только... Нет, ну это вопрос цены, цены вопросы, наверное. Есть же люди, которые... Даже много штатных устройств уже идет с монитором, с экраном и так далее. Абсолютно согласен. Это уже некая примета автомобилей бизнес-класса. Что во всем этом... Не обязательно, не обязательно. Средний класс уже тоже идет. Я имею в виду бизнес-класс, не какие-то там эксклюзивные версии автомобилей серийных, допустим, серийных, которые очень богато оснащены и богато укомплектованы. Просто сейчас есть такая как бы градация, опять же, но это вот как тоже такая умозрительная грань, которая на самом деле не существует. Вот есть понимание того, что автомобиль бизнес-класса выше, там просто обязан уже быть монитор, там LCD какой-то монитор. А то еще и TV-тюнер, а то еще там и много-много-много чего. И люди, которые покупают, наверное, машину новую там за порядка 100 тысяч долларов, при том, что они не являются какими-то такими вот фанатами музыки вот особенными, что их что-то не устраивает. Наверное, они этой музыкой будут пользоваться. А что не устраивает? Индивидуальности не хватает? Не хватает, да. А в каком смысле? Как раз в таких машинах уже идет не только музыка и мультимедиа уже, а именно элементы отделки. Потому что мы помимо еще музыки и всего вот этого, то, что звучит или показывает, занимаемся отделкой, перешивкой в индивидуальном порядке под каждого владельца. Начиная там от отделки, скажем так, недорогая технология, да, как идет, ну, под дерево, допустим, там, да, вот под алюминий. В штатных автомобилях тоже подобная технология. До абсолютно эксклюзивной натуральный карбон под лаком. Не, ну мы говорим сейчас об оформлении. Вот такие машины приезжают уже все-таки подчеркнуть индивидуальность. Отделка внутреннего интерьера, да, допустим, ну, естественно, тоже по умолчанию, там, DVD, там, большой монитор какой-то на кронштейне, назад, игры, Xbox, пожалуйста, с беспроводными джойстиками. Ну, и в пробках человек развлекается. Спутниковое телевидение даже ставили. Да, реализуется. Большая антенна, да, на крыше и вперед. Не, ну это удобно. Люди, которые могут себе это позволить, как раз на таких машинах дорогих, они вот, да, больше подчеркнуть индивидуальностью все-таки. Ну, здесь нельзя не согласиться, тут, причем вот эта идея о игровых приставках, был даже совместный проект Nissan, автомобиль, который был со встроенной системой Xbox, причем, что было так примечательно, что автомобиль, орган управления автомобилем и вот этой вот системой игровой, это были одни и те же органы. Она не работала, правда, на ходу, надо было припарковаться, и тогда можно было там рубиться в этот Xbox уже, закладывать повороты, тренировать потом к выезду себя в обычные дорожные условия. Это тоже был очень такой вопрос, этически, а не забудет ли человек, там, тронувшись с места, что он уже не там, не виртуальный, что он сейчас в реал выезжает, что здесь уже повороты на 180 проходить, ну, не то, что не рекомендуется, а еще и нереалистично совершенно. Говоря все-таки о музыке какого-то такого, ну, более бюджетного плана, я понимаю, что переделка нового автомобиля, когда все это индивидуализуется, там говорит, наверное, о бюджете глупо, потому что у каждого свое представление об индивидуальности, и у каждого свое представление о том, что это. Если мы говорим о переделках такого, все-таки, среднего класса, что люди хотят? Средний класс именно звук. Качество звучания. Качество звучания. Ну, в среднем классе автомобиль, действительно, качество звучания можно предъявлять. Автомобиль среднего класса, в большинстве своем, это автомобиль японского производства, как я говорил, основное наше направление, это, в частности, Toyota, последняя Camry, хорошая машина. Ну, по звуку японцы очень сэкономили на ней так. Хотя стоит штатный MP3-ченджер, но людей не устраивает, очень красиво туда встает, то же самое мультимедийное устройство, и по звуку все хорошо. Если не говорить о том, что людей не устраивает какие-то индивидуальные вещи, а говорить о том, что люди хотят все-таки, ну, действительно, откровенно плохо звучит музыка. Вот откровенно плохо, я хочу ее поменять. А есть какое-то сопоставимое отношение? Откровенно плохо в машинах в последних лет уже такого нет, понятия. Потому что электроника все-таки достигла таких каких-то высот, да. Та же самая частота дискретизации записей, компакт-диска, все вот это MP3. Мы говорим даже не о головном устройстве, не о том, что читают эти диски, а мы говорим о звукопроизводящих, о динамиках, об акустике. Не побоюсь этого слова сказать, что даже Марк Левинсон или Боуз динамики не ахти. Из штатных систем они нормальные, они лучшие, но любые, даже среднего класса, тот же там... Ну, не получается мне не переходить на бренды, но это, опять же, не из-за того, что мне нужно про них сказать, а то, что, ну, допустим, да, допустим, тот же там итальянский Герц, там, или Аде, да, или там Факал французский. Ну, на голову выше будут звучать любых Боусов, любых Марк Левинсонов и Хармон Карденов. Так что... Люди определяют как-то готовность, вот приезжаешь на автомобиль, ну, так вот, в автомобильном, наверное, на автомобильном рынке есть такое вот там деление на бюджеты, там, покупки автомобиля. Вот, скажем так, бюджет, там, ну, до 20 тысяч долларов. Это все фокусы, это, там, лансеры, там, ну, и много-много других автомобилей такого класса. Да, совершенно верно. Можно сопоставить как-то цену разумную переделок на музыку на этот автомобиль? Или здесь нет такого понятия, как разумная цена? Да. Человеку просто хочется, я поясню сразу, он не хочет индивидуальности. Индивидуальности он будет тогда, когда купит даже из этой же марки, но машину топовую. Тогда он будет индивидуализирован. Артем, все это время ты от меня хочешь услышать цену какую-то. Нет, разумность. Если машина стоит 20 тысяч долларов, цепляются люди за эту цену? Чтобы вот, если 20, то я готов 2, если 30, то 3. Или сейчас о другом. Сложно сказать, в большинстве случаев нет все-таки. То есть, как бы человек для себя сам определяет, насколько она ему нужна. Если, опять же, он находится в большинстве времени в автомобиле, то он имеет право, скажем так, делать музыку очень хорошо звучащую. Ну и не важно, что автомобиль продастся через несколько лет. Большинство компонентов, в конце концов, можно снять. При, скажем так, обговаривании схемы с человеком всегда это учитывается. Вот машины стареют, и техника, и компоненты стареют в этом плане. Причем музыка автомобильная, она же, музыка автомобильная, она тоже развивается очень большими темпами. Но я думаю, что тоже надо будет даже... Нереальными темпами просто вообще. Можно даже не в рамках прямого эфира встретиться, посмотреть, что можно сделать. Потому что так или иначе, но есть люди, фанаты музыки, есть люди просто, которые хотят какого-то качества, ну, скажем так, не то что умеренного, да, какого-то определенного качества. Для них там много советов. Но главное, что у нас сегодня эфир уже подошел к концу, и я надеюсь, что мы все-таки смогли обсудить вопрос. И главное, что мы сняли вопрос о том, что музыка автомобильная, она откровенно вредна. Она не вредна, да. И если кто-то говорит, что там она влияет, то это влияние пока еще не доказано. Единственное, что стоит, конечно, учитывать, что есть некие здравые смыслы, есть здравое понимание того, что какие-то вещи лучше не делать. Лучше не смотреть телевизор за рулем, лучше не углубляться с головой под торпеду в поисках переключения кнопок там станции, громкости, баса или чего-то еще. Да, для всего есть свои нюансы. Ну, а в остальном, конечно, удачи на дорогах и слушать музыку. Самое интересное у нас еще впереди, так что оставайтесь с нами. Всего хорошего. До свидания.